Всем привет, с вами Прия. Питомцы получили очень большую популярность в 8.2, стоит это признать. Их появилось большое количество, они нужны для того, чтобы быстрее зафармить репутацию с новыми фракциями, то есть с ржавовольским сопротивлением и с клинками волн, для просто-напросто более быстрейшего получения полётов. Полёты хотят лутать все, ну а чем быстрее это сделать, конечно, тем лучше. Существует множество сетапов различных питомцев для того, чтобы, ну просто-напросто делать локалочки с новыми этими питомцами, которые разбросаны на Нажатарии и Мехагоне. Есть очень много сетапов, которые позволяют просто-напросто единожды убить этих питомцев для того, чтобы просто-напросто утонуть определённое количество репутации. Каких-либо сетапов много, половина питомцев ловится, половина питомцев дропаются откуда-либо. И сегодня мы поговорим именно о тех питомцах, которые дропаются. Вот у меня один есть. Но мы поговорим, конечно, об игровых. Игровые питомцы, те, которые дропаются, очень дорого стоят на аукционе, но всё опять же зависит от ваших каких-либо серверов и населённости на этих серверах. Подойдём к аукциону и посмотрим абсолютно все цены на тех питомцев, которых я сегодня хочу вам показать. Их немного, и в принципе они очень легки в фарме. Первый питомец это Ики. Очень хороший боевой питомец, который делает двойной дамаг от своей способности стая, который делает увеличенный дамаг от своей способности чёрный коготь. Стоит 8000 голды в текущий момент на аукционе сервер Гордуни, а 25-го левела питомец стоит 11,5. Процесс его получения очень лёгок. Нужно сделать просто чуточку квестов. Откроем карту Дренора, и я детально всё покажу. Собственно, Пики Арака, тут у нас начинается самый первый квест, называется Тенис Кетиса. Мы идём-идём по цепочке, потом мы перебираемся в поселение одно, там делаем квесты, потом мы перебираемся в другое поселение, тут где у меня единичка. Мы строим аванпост, ну то есть альянсовский или ордынский. Потом к нам прилетает маленькая такая птичка, мы у неё берём квест по типу подношения Тирок, или как-то так этот квест называется. Возвращаемся обратно в гнездовье Тирок и летим чуточку выше. Нам будет предложен квест облутать мёртвого Аракоа. И там уже мы по небольшой цепочке квестов берём себе питомца Ики. Я вчера это делал, и заняло у меня это где-то 10-20 минут, я точно не засекал, но делается это очень быстро, и питомец стоит своих денег. Самое главное, удостоверьтесь в том, что у вас нету трёх копий Ики, так как в награду за этот квест вы получите его не в форме питомца, который упадёт вам в сумку, а в форме питомца, который сразу автоматически изучится. И если у вас уже есть три его копии, то он просто-напросто пропадёт, и вы его не лутанёте. То есть нам нужно просто создать под него один свободный слот. Ничего сложного. Спокойно садим питомца в клетку и ждём лучшего времени для продажи. Следующим питомцам хочется выделить Сестру Сумрака. Первый левел питомца стоит 4600, 25-го левел питомец стоит 50 тысяч голды. Сестра Сумрака дропается со второго босса в сумеречном бастионе. Просто убиваем трэш, убиваем первого босса, убиваем трэш, убиваем второго босса. Если хотим, чистим рейд до конца, так как там падают ещё питомцы. Может вы там для ачивки их будете коллекционировать в будущем. И пытаемся лутануть эту Сестру Сумрака. Хороший боевой питомец, прекрасные боевые способности на нём. Ну и цена, конечно же, тоже превосходная. Рейд Сумеречный бастион находится в такой локации, как Сумеречная Нагорье. Летим туда, ну либо портаемся через наш самый главный основной город, смотря выполнена ли у вас цепочка там или нет. Следующими питомцами в списке идут различные зандаларские пальцы-грызы, нога-грызы, пятка-грызы. И всё с этим связанное. Дропаются все эти питомцы с такого замечательного острова в Пандарии под названием Остров Великанов. Бегаем, убиваем мобов, пытаемся дропнуть с них питомцев. И также, помимо питомцев, нам будут дропаться костяшки, которые называются Огромная Кость Динозавра. Мы можем за 1000 костяшек получить питомца, сдав их определённому мобцу. Либо за 10 000 костяшек мы можем получить маунта, а также Великий Подвиг. Эти костяшки можно продавать на аукционе. Падают они в весьма неплохом количестве. Также там падает ещё зелёнка, серые различные вещи падают. Ну а ещё Дух Гармонии, который можно также продать на аукционе. Следующим чудесным питомцем, которого можно продать на ауке, хочется выделить Близкотрончика. Дроп у него рандомный, а всё, что нам в принципе нужно делать, одно простое действие в день. Лутать Близкотрона, которого ставят инженеры. Близкотрон ставят инженеры на 10 минут. И раз в день за любого персонажа мы можем лутануть запечатанный контейнер. Неважно, с какой модели абсолютно лутать, 4000, 5000 или 6000, мы можем лутануть Близкотрончика с малым шансом. Ну, есть, конечно, новый Близкотрон, 7000, ещё толком непонятно, что с него дропает. Но для полной уверенности лучше лутать 4000 Близкотрона или 6000. Там ещё можно всякие интересные дополнительные вещицы плутать по типу дорогих инженерных маунтов. Завершает список прекрасных питомцев для продажи Костёнок. Падает с первого босса в Цитадели Ледяной Короны. Самый лучший рейд, самый популярный рейд. Думаю, вы прекрасно знаете, где он находится. Убиваем лорда Ребрада и пытаемся лутануть с него Костёнка. Прекрасный боевой питомец. За счёт своих дот, за счёт своего вихря костей. Но также это нежить, и он реинкарнируется на один ход. При открытии всех этих питомцев вы могли заметить, что питомцы первого уровня стоят очень мало голды. А питомцы 25 уровня, конечно, стоят чуточку дороже. С этого задаётся небольшой вопрос. Как апнуть питомца до 25 уровня? Если у вас никогда не был сделан гарнизон, никогда не был построен, апните его до третьего левела, построите там зверинец. И вам предложат задание на один камушек, который позволит апнуть любого питомца до 25 уровня. И суть в том, что этот квест можно сделать всего лишь один раз на одном персонаже. Делаем, сдаём, получаем камень, апаем одного питомца, всё. Если у вас много твинков, вы можете сделать это абсолютно на всех. Сколько у вас персонажей, столько бесплатных камней вы и получите. Квест делается 2-3 минуты. Также различные задания, разбросанные в БФА, локальные задания, задания соратников, дают отполированные обереги для питомца. Это баджики, за которые можно купить эти тренировочные камни, которые позволяют апать наших питомцев до 25 уровня. Один камень, апающий питомца до 25 уровня, стоит 60 баджей. Ну, в текущий момент я могу себе позволить некоторое количество. Думаю, на этом мой монолог можно заканчивать. Если вам интересны какие-либо различные боевые сетапы питомцев для кила нажатарских мобов, для кила мехагонских элитных этих питомцев, то можете глянуть другой видосик, который я обязательно закреплю в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, хорошего дропа питомцев вам. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok